20 января во дворце спорта «Динамо» прошел четвертый этап основного разряда шестого открытого чемпионата России по настольному хоккею. Этот турнир считается одним из сильнейших национальных чемпионатов в мире, а для отечественных мастеров настольного хоккея является основным. Чемпионат России – это важнейший национальный турнир, который в сезоне проводится у настольных хоккеистов. Это шесть этапов, которые проводятся с октября по апрель. В апреле определится чемпион, то есть по сумме всех этих этапов. То есть такой элемент многоборья существует. По итогам чемпионата России отбирается сборная и на чемпионаты Европы, и на чемпионаты мира. Настольный хоккей доступен спортсменам практически всех возрастных категорий. Результат игры не зависит от веса, роста или пола игрока. Здесь все находятся в равных условиях. Я увидела мальчиков в настольный хоккей, потрогала, меня сразу же куда-то записали, и вот так вот все и закрутилось. Сначала ради общения в компании, которая занималась там, а потом уже стала хотеться выигрывать. Этот вид спорта требует от игрока отменной координации, быстрого мышления, знания весьма обширной теории игры, хорошей реакции и умения долго сохранять концентрацию. Стереотипное представление о настольном хоккее лишь как об увлекательной забаве юности уже давно не актуально и ошибочно. Это подтверждают многочисленные чемпионаты по данному виду спорта. У фаворита проходящего турнира Алексея Захарова есть все шансы установить новый рекорд, стать уже шестикратным чемпионом страны. Я понимаю, что соперники сейчас достигли такого уровня, что не просто все будет мне выиграть. И с каждым годом все сложнее и сложнее. И даже люди, которые раньше не считались соперниками, сейчас очень сильно подрастет. Тем не менее, конкурентов у Алексея достаточно. Например, его младший брат, вице-чемпион мира среди юниоров 2005 года и обладатель Кубка Москвы 2004 Иван Захаров. Сегодня, я думаю, мне по силу и выиграть первое место. Но для этого придется серьезно потрудиться, стараться сегодня. Много конкурентов. Это Янис Галуза и мой брат. Они мне просто так, как бы, легкой дороги не дадут. И вот настал кульминационный момент соревнований. Победителем четвертого этапа стал Иван Захаров. Второе место у Алексея Захарова. Бронза досталась Янис Галуза. Ежегодно в открытом чемпионате России по настольному хоккею зажигаются новые звезды и дебютируют десятки игроков из разных уголков страны. Приложите усилия, терпение, игровой интеллект и вы сможете оказаться в их числе.